Футболисты московского «Спартака» несколько позже обычных граждан страны вышли из новогодних каникул. Компенсировался продленный отдых медицинским осмотром с беговыми упражнениями. После нагрузок игроки рассказали журналистам, что не хотели бы повторения неприятностей прошедшего сезона в новом году. Это образовалась какая-то группа, которым что-то было, хотелось на кого-то слить, когда у нас не было результата. Ну, в данный момент оказался я. Ну, я не тот человек, который там, что-то там в депрессии или еще что-то. Это просто, я не знаю, играл 7 лет за границей. Я играл и в 100-летних дерби против Баварии. Майка менялись и одевались. И Саша Киржаков, мы играем с ним в односборной. Мы дружим с семьями и очень близко. Я майку одел с другой стороной. Но если кому-то хотелось что-то, чего-то сказать, показать, доказать, ну, кто-то может быть и рад. Для меня это ничего. У меня много болельщиков, которые ко мне адекватно относятся и любят меня. А вот вратарь спартаковцев с критикой отнесся к своему выступлению в конце прошлого сезона, когда были пропущены необязательные мячи в последних трех турах. Теперь же, чтобы снова попасть в рамку ворот, Саслану Джанаеву придется выдержать конкуренцию своих одноклубников. Сейчас все начинают с нуля. Я даже, наверное, ниже, чем с нуля. Поэтому нужно снова доказывать, нужно снова проявлять себя на сборах. Это нормальное явление, я считаю. И она только конкуренция, она только закаляет дух спортсмена. Кроме футболистов-новобранцев Николы Дринчича, Марика Сухи и Николая Заболотного, которые посетят врачей позже, московский клуб усилился русскоговорящим бразильцам. Знакомьтесь, Тони Рикардо Беневидес Панасолью, новый физиотерапевт Спартака. Ну, так получилось. Я, когда закончил институт, мне предложили работу в футсале, в клубе Арбат. Больше нет его. И там работал как переводчик и физиотерапевт. А потом оттуда меня пригласили в другую команду и сейчас стою в Спартаке. Всегда, когда тоже приехал сюда в Россию, излился только одну команду. У меня друзья были еще Мойзис. Когда он играл здесь, я с ним познакомился. И он играл в Спартаке. Я знал, что Спартак – это, ну, как большая команда, да, известная. И, ну, слава богу, получилось, что сюда меня пригласили. После окончания медицинского осмотра команду ждет общий сбор в Тарасовке. Первые же полноценные предсезонные тренировки начнутся 15 января в Турецкой Анталье, где также намечены две товарищеские встречи с азербайджанским клубом «Хазар Ленкарань» и с сочинской «Жемчужиной». Георгий Андрушкевич, Владимир Межинский, Никита Токарев. Инфокс.